Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Настя Паршина и Никита Уманский только помирились, а в их паре уже наметились новые серьезные проблемы. Правда, на этот раз не финансового, а интимного характера. Более того, о трудностях будущих родителей в постели уже в курсе весь коллектив. Разобраться в сложившейся ситуации поспешил Влад Кадони. Ведущий был удивлен, когда выяснилось, заниматься волшебством не хочет вовсе не Анастасия, а ее благоверный. Впрочем, саму беременную Паршину происходящее только смешит. Девушка дала понять, что все проблемы из-за возраста Никиты. Так, к примеру, Настя постоянно хочет интимных утех в постели. Уманский мечтает лишь об одном, чтобы его не трогали, и он мог спокойно поспать. В паре Анны Левченко и Валерия Блюменкранца кипят нешуточные страсти. Ни для кого не секрет, после недавней ссоры супруги приняли решение о разводе. Более того, Валера, перебравшийся к друзьям, даже подумывал о возвращении в Москву. И всячески подчеркивал, примирение с Аней не входит в его планы. Как оказалось, супруги все же сумели договориться и дали своим отношениям последний шанс. Правда, воссоединение не продлилось долго, потому что Валера умудрился сразу же накосячить. И теперь благоверного Аня в очередной раз обвиняет в измене. Девушка уже поведала фолловерам свою версию таких драматических событий. По словам Левченко, Валера отправился в караоке с друзьями на пару часов, однако не вышел на связь даже утром. Ни в 4 утра, ни в 6, Блюменкранц не брал трубку и не отвечал на смс, а вместо этого общался со своей новой знакомой. Сама Аня уверяет, что находится на грани нервного срыва. Более того, из-за случившейся с ней истерики, выпускница Дома-2 боится потерять малыша. Ольга Рапунцель в социальных сетях поделилась подробностями неприятного инцидента, который произошел в кафе с ее семьей. Любовь к посещению заведения общепита за счет рекламы сыграла злую шутку с этой участницей Дома-2, когда неизвестная женщина подошла и облила соком Василису Дмитренко с криками о том, что ее достала эта неадекватная семейка. Утихомирить хейтера удалось с помощью охраны и Дмитрия Дмитренко, хотя это и не первый пример нападения антифанатов на бывших и действующих участников скандального шоу. О похожем случае, произошедшем секс с ведущей Дома-2 Юлией Ефременковой и Мондезиром, уже были новости. Пока неизвестно, что так вывела посетительницу из себя, что она вылила сок на маленькую девочку Василису Дмитренко. То ли медийная слава родителей Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, упорно доказывающих, что у них идеальная семья на экране, то ли капризы и неумение вести себя в местах общественного пользования старшей дочери Оли и Димы, примеры чего есть в эфирах. Хейтеры от буллингов в сети перешли в наступление и в обычной жизни, начав травлю участников телепроекта Дом-2 повсеместно. Или это только некоторые примеры восприятия скандального реалити со стороны зрителей и настоящего отношения к той публичности, которой и так добиваются звезды Дома-2. Друзья, пожалуйста, оценить это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Стало известно, почему Саша Черно до сих пор нигде не прописала своего ребенка. Маленький Стефан живет без прописки, если верить его маме, потому что у Саши и Йоси нет своего жилья. Они рассчитывали выиграть квартиру в финале конкурса «Человек года» или приобрести недвижимость, но ушли за ворота. Черно отказалась прописывать сына у родителей Аганесяна. Она хочет сделать ему прописку только в Московской области или в Москве. Черно признала своим подписчикам в социальных сетях, что пропишет Стефана в Сергиевом посаде у своей бабушки через год, если к этому времени они с Йоси не определятся жильем. Родители Аганесяна предлагали ей прописать мальчика у себя, в станице Кущевской, но она ответила отказом по понятным причинам. Саша до сих пор думает, что возьмет квартиру в ипотеку или ей удастся накопить на жилплощадь. Антифанаты Черно считают, что женщина добивается того, чтобы ее вернули в конкурс. К тому же в одном из эфиров отец Иосифа заявил, что его детям нужна квартира от проекта, потому что у Рапунтили уже есть призовая недвижимость, а других достойных старичков на Доме-2 нет. Логично, что Иосиф просто бомбит от несправедливости. На проекте не хотят видеть наш рост. Мы прошли огонь, воду и медные трубы, и за 4 года ни разу ничего не выигрывали, прокомментировала ситуацию Саша. Ну и что же помешало остаться на проекте и бороться за победу с Ольгой Рапунцель? Все равно ведь ежедневно вспоминают Олю и Диму и жалуются на несправедливость. Бывшая участница Дома-2 Татьяна Строкова с удивлением узнала, что парень, с которым она живет уже 2 года, может вести себя как предатель. В тот момент, когда Таня заболела, к ней в гости приехал папа. Даня предпочел отсидеться у друзей. Теперь Строковой хочется жить отдельно от Сахнова. Она ждет, пока ее отец уедет домой и будет искать новую квартиру. Наконец-то Строкова опять переедет на Рублевку или куда-нибудь подальше от любимого Данечки. Она если бы Соленко не улетел в Сочи, о чем уже были новости, а пробыл в Москве неделю, то Данил и неделю бы провел вне дома, считает девушка. Тане такой мужчина не подходит. Она мечтает о семье и о детях, а не вот это вот все. На самом деле Сахнов приходит домой, но сразу прячется в свою комнату и молчит. В сторис Данил сообщил подписчикам, что Татьяна не права. Она предпочитает сидеть дома с папой, а Сахнову хочется отдыхать с друзьями, а заодно и от своей любимой. Он говорит, что скоро устроится на работу и в любом случае домой будет приходить вечером. Сидеть рядом с Таней, которая его контролирует, Даня не собирается. Впрочем, работать Сахнов не спешит. Сейчас у Данила депрессия, он хочет изменить имидж, сделать новую прическу, купить хорошую одежду. День назад он пришел домой, а Строкова закрыла внутри входную дверь на второй замок. Даня звонил Тане и ее отцу, полчаса прождал по дверью, потом парня спустил в квартиру отец, сказав, что телефоны лежали далеко и Строковы не слышали его звонки. Сегодня Сахнов гулял по городу один и сделал вывод, что такие прогулки обходятся в два раза дешевле. Он сходил на несколько разных фильмов в кинотеатр. Чего же так боится Сахнов, потерять Строкову или серьезного разговора с ее отцом? Или он хочет вернуться на Дом-2? В сети недоумевают по поводу очередного выбора Алены Савкиной. Несколько дней назад Алена рассекретила новый роман со стриптизером Ильей. Девушка сразу дала понять, ее нисколько не смущает ни профессия бойфренда, ни его татуированное тело, начиная от лица и заканчивая самыми интимными частями тела. Впрочем, в прошлом парне есть то, что Алена вряд ли сможет принять или проигнорировать. Стриптизер, на которого положила глаз молодая мамочка, оказался геем. К такому выводу пришли пользователи социальных сетей после того, как в сети всплыли пикантные фото и видео с участием парня. Так, к примеру, в ролике Илья принимает ванну с другим мужчиной, а уже на фото с ним же позируют голым в постели. Удивительно, но раньше даже шутки о геях Алена воспринимала в штыки. Однако теперь, как видно, не против строить любовь с одним из представителей сексуальных меньшинств. К слову, многим интересно, как на потенциального жениха дочери отреагирует Татьяна Владимировна Григоревская. В свое время женщину не устроили ни Роман Макеев, ни Максим Колесников, ни Денис Макраусов. Яна Шофеева не оставляла надежд на новые отношения после скандального расставания с Захаром Соленко. На проекте, но уже в статусе одиночки, девушка провела несколько месяцев. Правда, не ответила взаимностью ни одному из претендентов на свое сердце. Напомню, ухаживать за эффектной брюнеткой пытался Максим Колесников и Сергей Захарьяш. А вот накануне стало известно о решении Шофеевой отправиться за ворота. Фолловерам девушка дала понять, что больше не видит себя в рамках телестройки. А вот на «Жин за периметром» у нее совсем другие грандиозные планы. Шофеева намерена реализовать себя в творчестве и много путешествовать. Кроме того, налаживается у девушки и личная жизнь. Вот уже пару недель, как Яна общается с молодым человеком в интернете. Загадывать на будущее Экспасия Соленко не спешит, но и не скрывает, что готова влюбиться. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok